всем привет дорогие друзья сегодня 1 ноября уже стоит такая поистине осенняя погода уже такая даже поздняя осень скажем так прохладно видите уже в свитере сезон заканчивается очень грустно по этому поводу но ничего все таки я вырвался еще сегодня в лес будем надеяться на удачу вот по совету многих подписчиков да и как из из практики я сам понял что лучше ходить с корзиной вот я приобрел корзину нашел видите уже один масленочек такой сезон уже закрывается а я приобрел корзину ну как в той песне у игоря талькова не своевременность вечная драма где есть он и она вот сразу и находочка второй масленочек очень приятный чистенький сейчас уже холодно наверно градусов 12 или 13 с корзиной действительно удобно просто сказать честно я немного стеснялся ходить с корзиной мне как-то казалось что это женский аксессуар на самом-то деле это аксессуар грибника он видим вдалеке отряд грибников идет люди все-таки без леса не могут жить так и тянет и вот не прошло и 15 минут моей прогулки как я нахожу вот такой вот шикарный экземпляр беленький посмотрите как он прекрасен чистенький он родился здесь между вот этой старой сосной и дубками ох как интересно возле вот этих вот как я думаю несъедобных грибов растет пульс такой красавчик это что-то типа ложных опят я не знаю сидит возмущается какая-то птичка там может меня боится я зашел вот в такой участок местности интересный и где мне попадаются разнообразные грибочки типа польских вот эти неизвестные ложные опята похожи но они как-то чернеют вот к примеру даже вот встретил еще вот такой паричок вот этот уже в возрасте этот уже старый по крайней мере споры посеет а вот такой поличок чистенький хороший встретил тут пару таких старых прям экземпляров польского попадаются еще молоденькие вот видите и вот в траве нашел прям такое небольшое семейство даже еще один один старый гриб там нашел польский запах от него конечно шел как будто кто-то умер вот они все чистенькие не червилые сегодня опять хорошая погода вот этот вид отсюда вообще мне так нравится залез на такой косогор ветра нету тихо и хорошо в сосенках вот встречается много рядовки зеленой но я ее брать не хочу сегодня я решил собирать только благородные грибочки я думаю что пока есть из чего выбрать то лучше брать то что лучше вот возле старой загоревшие сосны в ямке сверху видно растет польский сейчас ихняя пора поздняя осень вот он чистенький прошлом году я гулял в этой местности уже снежок срывался и мне даже попадались уже конец ноября был белые грибочки очень много сыроежек зеленые рядовки просятся ко мне в корзину но сегодня туда попадут только избранные посмотрите друзья ленинская комната я этого прекрасного времени не застал интересно что в этой комнате было думаю там были какие-то атрибуты советской власти и вот я чуть не прошел мимо мимо такого замечательного белого он прям аж такой как рыжеватый какой-то что ли с листьями сливается вот он такой прекрасный грибочек нужно тут смотреть внимательней очень так хорошо они прячутся какой он чистый какой чистый его гиминофор надеюсь правильно сказал дятел прячется за дерево ну-ка подойдем поближе пугливая птичка зачем нам дятел если тут вот такой красивый и даже не один подосиновички вот какая красота вот красивый вот они мои золотые вот этот уже экземпляр постарше но он хорош грибов уже наелся ну вот хожу в лес и получаю такое эстетическое наслаждение удовлетворение как хорошо что в жизни есть такое прекрасное явление как грибы растет еще рядышком беляшик но он уже как-то не очень привлекательно выглядит он уже такой старенький пусть он тут умирает своей смертью старые грибы брать нельзя очень много случаев отравлений а вот это как я понимаю дикие вешенки растут они такие серенькие вот тут получается растут березы и осина рядышком и они вот на осинки сегодня я такие грибочки брать не хочу как я уже сказал берем только какой красивый белый он прекрасен вот он такой белый внизу и чистый друзья мои сразу и не поймешь посмотрите как он вывернул этот белячок интересно продолжаем исследовать вот эту полоску березовую и осиновую что это у нас тут такое а это такой под березовичик прикольный он такой чистенький о прямо посередке этой полоски обнаруживаем по всей вероятности это подосиневик да это так такой хороший он то полоска лесная мы туда вышли грибнички он ходят хочу пойти проверить вон те болотца сегодня прям такая эстетичная грибалочка получается под завалами вот березовичек такой я пришел на знакомое нам место вот эти завалы буреломы буду исследовать здесь что нам тут удается отыскать это такой подосиновик вылез бедняга из-под веток и имеет необычную форму смотрите такой вот вот он тоже по-своему красив а следующий грибочек это просто эталон грибной красоты это не он вот он вот такие два родственника наконец-то выясняется солнышко подымает настроение а еще вот мне подымает настроение вот этот вид такой прекрасный белячок как-то мама мне рассказывала что она ходила за грибами со своей подругой подруга шла в непосредственной близости от камышей ближе к болоту а матушка шла дальше вот и подруга собирала подосиновики ну а маме попадались белые поэтому болото стоит обходить дважды один раз идти ближе к воде камышам другой раз немножко дальше где присутствуют вот такие вот осинки березки и даже местами сосны выхожу уже из этих джунглей хочу пойти дальше вот на пути встречаю это польский польский он оказался чистеньким и за это я его беру к себе в корзину сейчас стало вот совсем солнечно как прекрасен этот мир посмотри как прекрасен этот мир как прекрасен этот мир а вот как интересно как он вырос выгнуло его так тоже очень необычной формы подосиновик таким тебя создал бог я люблю тебя и такой пусть на себя посмотрят так успокаивают недовольную собой женщину с нестандартной внешностью так а что тут у нас в травке спрятался а ну-ка подосиновички на два ага вот чтоб не обходить два раза иду по краешку болота в том раз заглядываю сюда внутрь вернее иду внутри болота и раз заглядываю на краешек ну и так каждые два метра зигзагом вот так хожу и вот что мне посчастливилось увидеть я вам сейчас покажу если вы еще не видите вот это поистине эстетически красивые грибочки я давно уже не видел смотрите два беленьких ой аж ветка рэпнула смотрите один красавец и второй тоже не менее красив здесь тоже я думаю комментарии излишни все таки в моей корзинке они смотрятся лучше вот чудо чудное увидел там белые далеко а тут рядышком вот эту красоту сразу и не заметил травки и тут с другой стороны болотца вот я был на той стороне перешел сюда и тут вот такое диво дивное очень красиво очень красиво очень красиво корзинка уже существенно потяжелело можно уже и в сторону дома направляться направляться в этом лесу где я собираю грибы так что не все так эстетично как хотелось бы и вот эту вот красоту буду показывать только в исторических хрониках так что подписывайся на мой канал и вместе попадем в истории анал ту яму я уже не поборю я не знаю сколько машин вывезено туда пластиковых бутылок и даже страшно подумать сколько лет или даже сколько сотен лет это все будет там разлагаться тяжелое конечно зрелище обычно я старался чтобы подобные картинки не попадали в кадр ну вот друзья пришло время прощаться спасибо вам за ваши советы хорошо что я приобрел себе корзину не понимаю как раньше я без нее жил одни плюсы получается грибы туда влазит больше грибов грибы не так давят друг на друга плюс они дышат не скапливается влага если вы допустим во время дождя это одни плюсы вы видите как я на глазах эволюционирую как грибник спасибо вам за это не без вашего участия если понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал и до новых встреч до новых встреч так что стр perso ь